всем привет друзья меня зовут камила досова вы находитесь на моем канале о вязании и сегодня я вам предлагаю вместе со мной связать вот такой широкий свободный вентиляционный дырчатый пуловер вот он очень свободен он похож на такую распашонку как будто бы но тем не менее он не придает какой-то дополнительный объем вашему телу да то что здесь поперечные полоски например для меня как для человека с широкими плечами для меня это ну как бы краеугольный камень но он абсолютно вот никак не портит да ничего вот просто как-то прозрачно намекает на очертание вашего тела его можно носить вот заправленным например что сейчас многие до делают с чем угодно можно носить например вот заготовила вот такие вот шортики можно сейчас модно такие в облипочку шортики носить кстати они тоже вязаные потом можно взять там вот эти вот пышные мятые муслиновые юбки которые тоже классно сюда подойдут суперски будут смотреться также можно надевать там платье комбинацию да и прямо вот сверху на неё вот этот вот пуловер и будет видно то что это и платье и будет видно пуловер но в общем мне кажется вещь прикольная универсальная если подберете прикольный нейтральный оттенок то она может послужить вам прям классным компаньоном практически ко всему летнему гардеробу и должна оговориться что такой пуловер я вязала впервые и этот мастер-класс это как бы запись того как я это делала если вам какие-то моменты покажутся спорными то я не буду с вами спорить вы можете сделать по своему я лишь показываю как это сделала я ну что давайте пойдем и начнем вязать этот прикольный пуловер и так друзья разберем материалы и пряжу которую мы будем использовать я купила пряжу alize cotton baby цвет него 543 в 100 граммах идиот 270 метров вязать я буду спицы номер 4 как и советует производитель это полухлопок то здесь все процентов хлопка 50 процентов акрила пряжа на ощупь довольно таки мягкая то есть чувствуется что здесь есть акрил не дубовая такая можно сказать эластичная ну посмотрим что может из этого выйти так первым делом конечно мы должны отвязать образец то есть нас не столько интересует вот эта вот часть да потому что ну я ее вам прямо сейчас показывать не буду я буду показывать по ходу вязания нас интересует больше вот эта часть то есть это обычная платочная вязка резиночка тоже резиночку можете связать чтобы убедиться что она прекрасно держится я резинку вижу теми же спицами то есть четверкой не меньшим размером вот и вяжем именно вот эту вот платочную вязку и стираем образец и делаем замер у меня получилось так что в одном сантиметре у меня две петли то есть когда я замерила вот эти все петли у меня получилось очень удобно рассчитывать если у вас получится также классно повезло если плюс минус там что-то то ничего страшного не первый же раз дал все-таки вяжем вещь так и как будет выглядеть мой мой пуловер да это будет широкий такой пуловер с v-образным вырезом я даже вот может быть вы сделал прям очень широким не знаю еще не решила так здесь у нас будет спущенное плечо здесь у нас будет скос плеча насколько это вообще будет возможно и здесь у нас будет рукава возможно на манжетах то есть это все я только пока могу предполагать и здесь небольшая резиночка то есть это широкий будет джемпер это даже если в пропорции то наверное рукава вот где-то вот такие у нас будут вот так вот так и я хочу чтобы у меня вот здесь вот моя ширина была аж 57 сантиметров ну по высоте будем определяться но я думаю что тоже не менее чем 57 будет то есть такой квадратик да можно сказать вот и будем мы вязать отдельно спинку отдельно переднюю часть и затем сшивать их рукава нам тоже придется отдельно сшить и связать сшить и потом вот сюда вот пришить с чем это связано с тем что вот именно вот эту вот часть ее очень трудно зациклить в круг и да будет какой-то переход может быть странный поэтому попробуем в общем попробуем а в принципе что у меня получается что 57 сантиметров если я умножаю на 2 это будет 114 и я прибавляю одну одну петельку для симметрии собственно сейчас все что от нас требуется это набрать петли удобным для вас способом набираем сто пятнадцать петель или сколько у вас получилось и дальше будем вязать резинку так набрали снимаем кромочную и 1 провязываем лицевой это будет наш условный лицевой ряд вяжем резинку один на один и она у вас закончится тоже лицевой и затем вы свяжете кромочную кромочную провязываем изнаночные всегда я провязываю бабушкиным методом эту изнаночную и у нас получается что после кромочной будет идти вот как бы косичка до лицевая это нам поможет удобнее сшить наши две половинки поэтому начинаем с лицевой заканчиваем лицевой и вяжем то высоту резинки которая вам нужно я провязала резинку примерно 10 рядов сейчас я нахожусь в начале лицевого ряда для меня это всегда будет ориентиром чтобы начинать новые действия и я перехожу на платочную вязку точная вязка заключается в том что в любом ряду все петли у нас будут лицевые хоть в лицевом ряду хоть в изнаночном ряду то есть мы все провязываем лицевой вяжем до конца кромочную вяжем изнаночной бабушкины разворачиваем снимаем кромочную и опять все петли провязываем лицевой ну давайте попробуем провязать так 4 ряда и встретимся опять когда мы будем готовы начинать лицевой ряд так смотрите что у нас получилось 4 ряда но визуально как будто бы 2 до можно провязать больше все зависит от того какое у вас сейчас настроение условно говоря и мы сейчас будем вывязывать нашу вот эту вот часть вот эту вот длинненькую часть ее можно вывязывать из 1 накида 2 накидов и 3 накидов но для этого изделия я чаще всего буду использовать 2 накида и сейчас я вам покажу как это делается снимается петелька кромочная и делается 2 накидом дальше провязывается лицевая 2 накида лицевая 2 накида лицевая вот собственно и весь секрет довязали этот ряд смотрите как у нас теперь тут густо какая гусеничка и теперь изнаночный ряд мы вяжем следующим образом по сути это те же будут лицевые петли просто они будут вытянуты снимаем нашу кромочную и видим здесь наши два завитка мы их снимаем тоже и следующую петельку провязываем лицевой дальше мы снимаем провязываем лицевой раскручиваем эти два накида лицевой 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 не обращайте внимание на то что сейчас пока все корявенько главное старайтесь чтобы то лицевая петля которую вы вяжете чтобы она была ну по спицы равномерный не расхлябанный вот а остальное все уже можно сказать зафиксированным поставка как вы провязали наш вот этот высокий ряд нужно будет просто подтягивать это все конечно и в т.о. выровняет эту часть но и руками подтянуть не мешало бы чтобы петельки стали более-менее на свои места постройнели все поравнялись друг на дружку и мы продолжаем дальше вязанием дальше все зависит только от вашей фантазии сколько рядов вы будете оставлять на вот эту часть и со сколькими накидами вы будете вязать эту часть благодаря тому что у нас за один ряд получается там примерно размер трех рядов ваше вязание будет расти намного быстрее и намного быстрее вы получите результат я вам советую на самом деле записывать например вот провязали 10 рядов резинкой 4 ряда платочной да потом один ряд с двумя накидами и дальше вот по ходу потому что вам придется вторую часть вязать такой же и чтобы у вас не было с этим проблем с запоминанием или с пересчетом лучше мне кажется записывать вяжем примерно 30 сантиметров в высоту и встречаемся с вами на вывязывание горловины у меня провязано уже вот столько полотна как видите я вижу его неравномерно то есть так как мне заблагорассудится делаю потоньше полоски пошире потоньше пошире здесь тоже чередую например 2 2 2 накида было здесь 3 накида было здесь вообще один накид здесь опять 2 2 1 3 ну то есть я намеренно делаю это полотно неравномерным главное чтобы оно у нас было равномерным по ширине да и как видите как бы здесь ширина у нас не гуляет все с ней нормально но за исключением резинки потому что она стягивает я думаю что самое время сейчас начинать вывязывать v-образную горловину для этого я самую среднюю петельку обозначила маркером это ее мы вязать не будем ни с этой стороны ни с этой стороны сейчас мы будем делать убавки в каждом втором ряду где-то мы провяжем около пяти сантиметров горловины а затем уже сбоку мы начнем делать спущенное плечо я не буду делать его прям нарочито таким спущенным буквально наверное мы там прибавим петелек 5 может быть максимум и все итак начинаем у нас здесь уже идет вот такая вязка да но мы продолжим ее вязать не будем начинать сейчас вязать какой-то ряд с вытянутыми петлями потому что нам нужно ну немножко укрепить место где будет горловина мы не довязали 4 петельки до маркером и мы делаем сейчас убавку то есть вот третью четвертую петлю от маркера мы провязываем 1 лицевой дальше провязываем лицевую и дальше мы провязываем кромочную разворачиваем снимаем и вот самую первую до которую мы 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 по идее должны привязать лицевой мы провязываем изнаночной и затем опять все лицевой здесь я решила начать с со столбиков с накидом то есть с одним накидом накид почему столбиками их назвала петель с накидом таким образом мы провязываем до конца прям то есть до маркера в этом ряду мы убавку сделать не сможем так как сами понимаете мы здесь делаем накиды куда нам еще там делать убавку непонятно так провязали разворачиваемся первую снимаем вторую провязываем изнаночной и дальше по накатанной снимаем провязываем снимаем провязываем следующий ряд мы будем вязать платочной вязкой и мы опять не доходя до конца 4 петельки третью четвертую мы провязываем вместе вторую лицевой третью и четвертую или первую кромочный разворачиваемся кромочную снимаем первую провязываем изнаночной все остальные лицевыми так мы провязали какое-то расстояние примерно четыре может быть пять сантиметров и мы сделаем ряд где у нас будет и прибавка и убавка прибавку мы делаем по плечу убавку по горловине это делается очень просто снимаем первую петельку вторую провязываем и вот теперь из протяжки закидываем ниточку на спицу и за переднюю стеночку провязываем лицевой давайте здесь поставим маркер чтобы мы понимали откуда у нас начнется рукав так и дальше вяжем скажем как и вязали то есть когда у нас идут обычная платочная вязка мы делаем убавки по горловине когда у нас идут вытянутые петли мы убавок не делаем и примерно каждые 4 сантиметра мы делаем прибавку по нашему плечу там уже маркеры ставить не обязательно хотя если вы хотите запомнить где потому что вам же симметрично нужно будет делать прибавку можете ставить маркеры вот я решила что все таки у меня все последующие вытянутые петли будут с одним накидом чтобы у меня красивее формировалась линия горловины чтобы не было очень сильных разбежек смотрите что у нас получилось это у нас идет спущенное плечо я сделала 5 прибавок и еще чуть-чуть провязала у меня сейчас общая длина вот место где у меня будет пройма где-то 20 сантиметров в принципе это комфортная длина и я сейчас буду только вывязывать скос плеча как мы вывязываем скос плеча вот наша пройкой горловина она имеет довольно таки такой вот острый угол вот так вот относительно острый угол но не переживайте у вас не будет здесь все торчать потому что здесь у нас еще будет обработка так у нас есть какое-то количество петель мы будем в три этапа делать скос плеча то есть общее количество петель отнимаем 2 и делим остаток на 3 при плюс минус давайте сейчас посчитаем и так у меня здесь сорок одна петля 2 я как бы отнимаю остается 39 и разделить на 3 это будет 13 значит мы будем убавлять по 13 петель а эти две нам нужны чтобы их тоже убавлять с этой стороны чтобы мы будем продолжать формировать горловину и так у нас сейчас изнаночный ряд удостоверьтесь что в этом изнаночном ряду у вас не идет вот вот эти вот вытянутые петли чтобы у вас уже шли шла платочная вязка здесь мы провязываем как и вязали то есть вяжем до тех пор пока на левой спице не останется 13 петелек у нас 13 петель осталось что мы делаем вот это 13 петля которая на спицы мы ее снимаем нить за работой переносим нить перед работой разворачиваем это обвитая петля называется берем ее и снимаем то есть здесь она у нас обвита то укороченный ряд обычный здесь вяжем как вязали не забываем сделать убавку в конце теперь у нас на левой спице должно остаться 26 петель здесь не забываем что вяжем изнаночную у вас здесь с 26 петель мы опять делаем обвитую петлю нить за работой за переднюю стеночку снимаем петельку нить переносим разворачиваем вяжем делаем убавку в конце не забываем так убавка лицевая кромочная и нам остается связать последний ряд вяжем все петли до конца снимаем это у нас изнаночная остальные лицевые вот мы дошли до нее она видите так отдельно как бы вот этот это обвитие вот это обвитие вот она мы поднимаем за переднюю стеночку и закидываем вот за нашу лицевую петлю нас получается две петли вместе мы их за заднюю стеночку обе петли провязываем лицевой дальше так очередная битая петля еще раз показываю вот наши обвитие вот она крепко оборачивает нашу петельку да на которой мы берем за первую стеночку за переднюю стеночку закидываем на спицу за петлю получается нашу лицевую и 2 вместе за заднюю стеночку провязываем и дальше уже довязываем до конца скос плеча мы обозначили петли мы закрывать не будем а просто перекинем либо на дополнительную леску либо на доп нить либо булавочку и что вот я хочу посмотреть посмотрите на расход вот у нас вырезалась одна сторона и вот один моточек у нас израсходован и то мы делаем со второй стороной во первых очень важно чтобы мы соблюдали нашу рядность там сколько мы здесь провязали платочной столько здесь важны сколько здесь только здесь второе мы сейчас перевернули наизнанку да но по сути мы будем вязать как лицевую и и для того чтобы у нас сохранилась симметрия в третьих мы вот этот вот одну петельку на маркере мы ее снимаем и вообще не трогаем также нужно соблюсти все прибавки по плечу спущенному начинаем с этого края просто вводим новую нить и самая большая разница которая у нас здесь с вами случится мы платочную вязку будем вязать не лицевыми а изнаночными петлями все остальное делаем по накатанной и так берем не вяжем изнаночными немножко перекрутилась в общем вот вяжем изнаночными и когда развернемся мы тоже будем вязать изнаночными кроме нашей лицевой петли сейчас я покажу как это будет то есть мы вяжем изнаночными и так мы довязали до 4 петель 3 4 сокращаем 2 2 изнаночные и первую то есть последний мы вяжем лицевой разворачиваем наше вязание снимаем первую провязываем лицевой и дальше идут изнаночные следующий ряд у нас будет ряд с накидом я покажу его дальше вы по аналогии зеркально свяжите всю левую часть ряд с накидами мы тоже будем вязать изнанкой и немножко по-другому делать накид раньше мы делали вот так теперь вот так вот так удобнее будет заходить вперед и брать нашу изнаночную петлю не вяжем весь ряд в конце ряда мы не делаем убавку просто разворачиваем так развернулись снимаем кромочную первую петлю провязываем лицевой дальше снимаем все остальные и нам все таким образом вы соблюдая симметрию полностью вяжите вторую сторону до момента скоса плеча скос плеча я вам покажу как делается у нас сейчас выглядит все вот так то есть я довязала вторую сторону и мне осталось только скос плеча почему на нем заостря внимание потому что здесь скос плеча будет идти по изнаночным петлям и возможно кто-то может запутаться а я вам помогу как и на предыдущем плече у нас сейчас сорок одна петля и мы вяжем от горловины в сторону рукава помним да что мы по 13 петель будем каждый раз оставлять так вяжем вяжем как бы как и вязали даже что вот это вот после кромочной мы всегда провязываем лицевой а дальше уже изнаночными вяжем до тех пор пока на левой спицы не останется 13 петель 13 петлю мы будем делать обвитой но поскольку мы вяжем изнаночными нить перед работой снимаем эту петлю нить переносим за работой разворачиваем снимаем вот эту петлю она становится обвитой петлей дальше мы вяжем опять изнаночными так в конце ряда мы делаем убавку изнаночный затем изнаночная кромочная нас лицевая так развернули теперь опять вяжем по рисунку снимаем лицевая дальше изнаночными до тех пор пока на спицах не останется 26 петель на левой спицы вот наша 26 петля опять мы ее снимаем нить перед работой разворачиваем снимаем вяжем изнаночными не забываем сократим две петли у нас в итоге осталось 39 изнаночные лицевая и последний ряд вяжем все петли подряд снимаем лицевая дальше пошли все изнаночные и вот наша обвитая петля поскольку это изнаночная нить переносим перед работой и за заднюю петельку вот этого обвития мы закидываем петлю так что она она становится сзади петельки затем мы провязываем две петли вместе изнаночной дальше продолжаем нить переносим 2 вместе изнаночной и до конца вяжем изнаночный затем нитку просто обрежем не будем ее оставлять длинный и перенесем также все петли на спицу таким образом наша передняя часть готова так что у нас происходит дальше дальше мы вяжем спинку набираем такое же количество петель и соблюдением рисунка вот от низа к верху мы вяжем идентичное полотно только лишь разница в том что мы не делаем вырезы мы делаем вот эти вот прибавки по краям в этих же местах примерно и заканчиваем с вами там где мы бы начали делать скос плеча там я буду показывать как чуть-чуть сделать углубление по спинке ну и соответственно скос плеча одновременно и вывяжется итак мы довязали до того состояния когда мы на передней части уже начали делать скос плеча здесь мы тоже будем делать скос плеча и совсем совсем небольшое углубление вот у меня было изначально 115 петель я делала 5 прибавок и того 10 до получается 125 петель я надеюсь вы все поняли что прибавки нужно делать симметрично да не отдельно как-то не с одной стороны а симметрично прибавки делать и у нас получается вот совсем небольшой такой уклончик что мы делаем сейчас вспоминаем да что у нас на спицах на передней полочке 39 петель на каждой на каждой полочке и нам нужно сейчас это состояние довести до 39 петель с этого края и с этого края но мы будем тоже начинать с сорока одной петли потому что нам ну две петельки помогут сделать закрытие не закрытие а углубление по горловине задней части таким образом мы вяжем вместе с кромочной 41 петлю от края 41 петлю лицевыми также вяжем в общем так я провязала 40 петель и вот 41 мне нужно провязать на перед этим я скрещу мою 41 и 42 петлю значит сняла сорок первую назад сорок вторую вперед переодела и вот я связала 40 одну петлю 41 петля на правой спице я это сделал для того чтобы у нас сильно не не было здесь вот расхождение такого не ничего не тянуло дальше наша задача закрыть все петли оставив 41 петлю как мы это делаем мы первую провязываем вторую провязываем закрываем 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 то есть ничего такого сверх естественного просто закрытие петель идет и так мы делаем до тех пор пока на левой спицы не останется 41 петля и так довязали здесь 41 петля нам вот эти две тоже между собой нужно будет перекрестить теперь у нас вот это идет вперед петелька это назад петелька мы ее провязываем и делаем последнее закрытие и того у нас опять сорок одна петля можете пересчитать дальше мы будем делать опять поворотные ряды нам нужно будет с края оставить 13 петель потом 26 петель а потом уже закрыть все это итак мы начинаем вязать обычными лицевыми и довязываем до 13 петель на левой спице тогда вязали 13 вот она петля нить за работой снимаем за переднюю стеночку разворачиваем ниточка назад идет у нас снимаем опять эту и она становится у нас обитой петлей вяжем лицевыми до конца но самую последнюю петлю мы не провязываем это провязываем эту мы тоже обвиваем нить перед работой сняли развернули дальше снимаем ее сейчас нам нужно закрыть вот эти вот две петли которые мы оставляли 2 дальше мы вяжем пока на левой спице не останется 26 петель ну или на правой 13 до наша 26 петля делаем с ней тоже самое обвиваем ее и опять вяжем все кроме последний и нам остается провязать этот ряд до конца эту мы сняли просто обвитую петля мы ее за переднюю стеночку обвитие поднимаем и провязываем две петли лицевой вот она опять само обвитие за переднюю стеночку поднимаем две петли провязываем лицевой за заднюю стенку и так до конца вам нужно не запутаться там посмотрите мы сейчас находимся на лицевой части это моя лицевая часть я беру вторую половинку вторая моя половинка и тоже ищу лицевую часть вот вот моя лицевая часть следовательно я должна их развернуть друг другу чтобы они были лицо к лицу так что мы делаем мы подставляем эти спицы друг другу и разворачиваем их потому что нам нужно будет вязать так вот наша третья спица мы сейчас будем делать закрытие как мы его делаем вот отрезанная ниточка вот наша основная ниточка нам сначала нужно сделать такое перекидывание то есть мы берем ту петельку которая идет с основной ниточкой и накидываем на нее ту петельку которая идет с отрезанной ниточкой подтягиваем все подтягиваем так иди все подтягиваем короче и снимаем вот эту вот петлю которая у нас образовалась опять хорошенечко все подтягиваем и начинаем наше закрытие таким образом мы берем за переднюю часть 1 на первой спице и переднюю часть 2 спицы эти петельки вместе берем и одной петлей их провязываем здесь мы делаем закрытием еще раз передняя 2 передние провязываем лицевой делаем закрытие передние передние закрытие таким образом у нас здесь получается небольшой шов здесь получается тоже небольшой шов и нам нужно сделать просто все до конца я вяжем 2 скос плеча здесь мы начинаем вот с изнанки да то есть мы же вязали так потом начали закрывать теперь вот мы разворачиваемся на 41 петля мы первую петлю снимаем чуть-чуть просто по-другому здесь вяжем так и начинаем вязать до тех пор пока 13 петелек не останется у нас нам здесь мы ее просто обвиваем сейчас нам нужно закрыть две петельки сняли первую связали закрыли вторую связали закрыли девочки и дальше то же самое то есть довязываем до 26 петель обвиваем возвращаемся последнюю петлю не провязываем разворачиваемся снимаем затем мы провязываем весь ряд до конца провязываем весь ряд до конца и останавливаемся вот в этом месте сейчас сделайте это самостоятельно после этого как мы провяжем все мы берем нашу вторую второе плечико да и то же самое делаем с ним то есть закрываем методом трех спиц абсолютно одинаково это сделайте это самостоятельно так ну у меня беспощадно стерся один кусок видео я объясняю что нам необходимо по лицевой части набрать петли горловины набираю я спицы на размер меньше потому что мы будем вязать резинкой один на один я начала вот с этого левого плеча и уже прошла всю спинку по спинке мы набираем по одной петельки да те которые мы закрыли темы и набираем таким образом вот здесь создается такая вот косичка на изнаночной стороне надеюсь что это понятно и просто я не буду на этом много заострять внимание покажу как я набираю петли из кромочных то есть кромочные петли у нас длинные поэтому я из двух кромочных петель буду связывать 3 мы смотрите вот у нас первая кромочная сделали вторую сделали третью мы набираем вот из этого промежутка между двумя кромочными потом следующая кромочная следующая кромочная там вот так вот раздвинули посмотрели вот эта маленькая дырочка и в то есть из 2 3 так мы вяжем до нашего маркера и так мы дошли до нашего маркера сейчас мы сделаем здесь одну операцию так маркер мы снимаем и надеваем на спицу что у нас происходит дальше вот у нас здесь наша одна петля вот одна петля до мы ее снимаем снимаем эту предыдущую петлю надеваем на спицу и из одной петли мы вывязываем 2 сначала за переднюю стеночку затем за заднюю стеночку у нас на этом месте получилось две петли это будет наш наша серединка с помощью которой мы будем уже потом наши петли сокращать все и дальше пошли опять из двух мы вывязываем 3 так до конца в конце круга убедитесь что у вас нечетное количество петель дальше когда мы рассчитали уже наш количество петель нам нужно начать вязать и рассчитать опять таким образом чтобы петелька перед маркером была изнаночная так я ставлю маркер на начало ряда у меня первое будет изнаночная и мы провязываем установочный ряд резинкой один на один и только там где у нас идет маркер мы провяжем две лицевые после нее после этих двух лицевых у нас будет изнаночная и дальше опять резинка один на один таким образом круг замкнется и так смотрите мы уже на втором ряду и мы дошли до маркером сейчас мы будем делать убавки единственное мы вот вот одну петельку как бы мы не дошли до что мы делаем маркер мы переодеваем вот и вот наши две лицевые да мы первую лицевую закрываем вместе с вот этой вот не довязанной с наклоном вправо да дальше мы вот вторую лицевую и следующую переодеваем и закрываем за заднюю стеночку с наклоном влево дальше мы вяжем по рисунку такие закрытия мы делаем в каждом ряду то есть всегда не доходя одной петли делаем сначала вправо наклон потом влево наклон и вяжем на ту высоту которая вас устраивает я дошла до нужной мне высоты и если у меня были другие нитки более упругие и эластичные я бы скорее всего закрывала иглой но поскольку пряжа совсем не тянется я вот убрала уже маркер который означал обозначал начало ряда я буду закрывать айкордом из двух петель как я его вяжу вывязываю из одной петли одну лицевую за переднюю стенку и 2 лицевую за заднюю стенку возвращаю их на спицу опять за переднюю стеночку лицевую а следующую я вижу вместе то есть две петельки вместе возвращаю их обратно опять 1 лицевая 2 петли вместе другая лицевая возвращаю лицевая лицевая возвращаю здесь сильно затягивать утягивать ничего не нужно просто вяжите как вязали так у нас осталось две петли я отрезала нить и вставила иглу иглу мы вот как бы делаем назад вытаскиваем так и смотрим на бок нашей конструкции вот у нас есть петля да вот она мы сверху вставляем так теперь возвращаем вот в эти две опять подтягиваем тягиваем но без фанатизма разворачиваем смотрим теперь у нас вот есть петля мы сверху вниз ее раз и вот отсюда ее вытаскиваем то есть откуда пришло оттуда и зашло и таким образом мы ну насколько это возможно незаметно соединяем наш айкорд так здесь мы можем даже вот за вот эту перемычку зацепиться и сделать узелок и дальше в самый корт спрятать нить и сейчас на данном этапе мы не сшиваем наши боковушки а будем сшивать их только когда мы пришьем мы с вывяжем рукава дорогие мои я высушила но не отпарила мою тушку так что могу сказать по пряжи вот у меня резиночка закосила немножко и вот это место у меня подтянулась я вообще поняла что вот это вот самая большая полоса она не должна была быть на этом месте она должна была быть где-нибудь пониже то есть моя рекомендация не вяжите трех трех накидные вот эти вот петли ближе к уже горловине потому что иначе у вас она будет подтягивать ну как я сказала я вяжу и тут же ну как бы записываю все свои действия поэтому да здесь могут быть какие-то ошибки и в следующий раз там при вязании следующего пуловера я их учту так по пряжи что могу сказать после вот и она такая мягонькая мягонькая я на себя ее накидывала вот так вот как дартаньян на на голое тело и мне очень нравилось соприкасаться так что ну пряжа прям мне нравится что я буду делать сейчас девочки я не буду прям сейчас показывать что я буду делать но у меня есть мой мои рукава да я их вывяжу в первую очередь во первых надо на себя тоже накинуть это и замерить какая длина рукава вам нужна потому что ну вот с моей шириной у меня до середины предплечье свисает и мне рукав вязать там да вот этой косточки запястья совсем немного поэтому я вот сейчас вот здесь по краю наберу петли по лицевой стороне а также как я делала по горловине из двух петель вывяжу 3 и я просто продолжу поворотными рядами вязать рисунок до свой периодически по бокам не довязывая две петли я буду делать убавки да чтоб они не очень широкий рукав если так получится что места где вы начали прибавки и ну и которые предназначены для этого рукава шире или уже ничего страшного сдвиньте свои маркеры делайте и шире или вот сюда делайте уже как вам удобно вот самое главное чтоб вас оба рукава совпали и вот когда вы свяжете вот получается форма будет здесь трапеции и он будет до косточки у вас идти сделайте небольшой манжетик из этих господи из резинки один на один там сантиметров 6 я думаю будет достаточно и закройте его на свой вкус можно закрыть иглой но я скорее всего буду делать опять ай-корд потому что пряжа не эластичная но это мы увидим и когда вы эти два рукава свяжите мы вернемся чтобы сшить уже это изделие я покажу как я буду сшивать и в принципе на этом наш процесс закончится у меня закончен рукав я его уже сшила я закрыла итальянским имитации итальянского набора все нормально прошло ну как бы это пряжа в общем итальянский набор держит и дальше я сшила отсюда к подмышке точно так же я буду сшить от низа тоже подмышки и там они у нас встретятся я буду делать это матрасным швом сейчас вкратце объясню как это делается с лицевой стороны работаем вот у нас наши лицевые да как с которых мы начинали вязать за них мы и будем сейчас шить сначала как-то ниточку закрепим все эти две части соединил и дальше мы идем берем вот эту вот перемычку вот эту перемычку который между двух вот этих вот створок петельки находится вот она с одной стороны и за первую перемычку с другой стороны дальше с одной стороны с другой стороны есть люди которые очень сильно любят сшивание таким способом как медитация ну то есть мы всегда цепляемся за перемычку не за стенку петли а за перемычку и периодически ниточку подтягиваем и видите она у нас сформировала опять косичку если в случае за когда с косичкой у нас все понятно да то когда начинается уже другая вязка возникают вопросы но я сейчас объясню и вот дальше у нас идут изнаночные петли и эти перемычки вообще находятся на самом видном месте по сути да поэтому мы вот за вот эти перемычки теперь будем цепляться вот так если у вас идет длинная петля ну что ж она длинная но мы все равно будем через это идти да вот так сейчас чуть-чуть под шаманить смотрите подтянули здесь здесь немножко тоже подтянули ну чтобы она как бы слилась со всеми этими столбиками и дальше там где у вас лицевой повернута ваша платочная вязка где цепляйтесь за лицевую там где и изнаночная торчит цепляемся за изнаночную таким образом мы дошиваем аж до подмышки весь этот процесс видите я да к сожалению так получается потому что этот узор не круговой и приходится именно таким образом его скреплять и так самостоятельно мы сшиваем до подмышки ниточки все прячем и наш пуловер будет готов еще один момент я никак не могу этому пуловеру придумать название может быть вы мне поможете в комментариях буду очень рада любым вариантом и отвечу на каждый сердечком и комментарии спасибо всем за интерес к моим мастер-классам и моему каналу с вами была я камила всем пока